I have ways of blowing things off. Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, мы с вами в третьем Beholder. Проверим, нет ли у нас тут ничего на всякий случай, хотя я думаю, что... Ну, думаю, практически уверен, что ничего нет. Так, а это, кстати, персональный билет на метро. Да! Так, наши все спят. Сколько у меня камер? У меня три камеры. За двумя комнатами мы... Опа! Здравствуйте, употребляет алкоголь. А что ты еще делаешь? Спать пошел? Ладно. Поговорить с Сабиной? Погодите, откуда у меня сейчас взялся этот квест про Сабину? 23 часа! То есть, в ближайшие же сутки поговорить. Так, с тобой мне не о чем разговаривать, у тебя и квартира просвечивается, и все. Значит, мне бы еще первую квартиру потихонечку просветить. Было бы прям хорошо. Что у нас? Тут все по нулям. Мы же как раз в прошлый раз закончили тем, что мы все сделали. Новая газетка. Я просто не хотел ночью ехать в Министерство, хотя, наверное, время не важно тут. Протест в районе Каменная Стена. В столице прошли протесты нонконформистов. Заблудшие люди, нервно неверно истолковавшие щедрость нашего великого лидера, устроили несанкционированные акции протеста в районе Каменная Стена. Полиция немедленно вмешалась, зафиксировала личные данные и возбудила уголовные дела. Ситуация находится под контролем. Сан-Левигу, кстати, я только сейчас посмотрел, как называется газета. Извращенцы взбунтовались. Ла Патриото, это другая газета. Преступники-извращенцы бродили по живописному району Каменная Стена нашей великой столицы, нападая на гражданских и полицию. Унять развратников удалось очень нескоро. Подобных эксцессов следовало ожидать, надеемся. Следовало ожидать, это когда вы делаете что-то фиговое, потом ожидаете, что народ взбунтуется. Следовало ожидать. Надеемся, что наша страна скоро вновь станет безопасным местом, защищенным от таких ненормальных тенденций. Каменностенские протесты подавлены. Молодежь собралась в районе Каменной Стена, чтобы выступить за свою свободу. Приспешники режима применили жесткую несоразмерную силу для подавления выступающих. Но недолго еще народ будет терпеть этот гнет. Придет свобода, естественный ход, вещей не остановится. Да здравствует революция. Очень иронично то, что в такой ситуации и с таким правительством мирные протесты уже не помогут. Какими бы не были хорошими мотивы и цели, мирные протесты уже не помогут. Ты поговорил с Кимом? Она собирается на демонстрацию. Она собирается на демонстрацию, это не вопрос. Моя дочь на демонстрацию. А что это за демонстрация? Какая разница? Дочь пионер-важат и не может участвовать в протестах. Коллеги меня сожрут. Пожалуйста, поговори с Кимом. Может, хоть тебя она послушает. Я попробую, Сабин. Но тогда лучше мне все же знать, о какой демонстрации идет речь. Не, я видела листовку. Там написано «Каменстенские протесты». Что бы это ни значило. Я разберусь. Спасибо, Фрэнк. Ты просто душка. Надо ее уговорить, чтобы она пошла. 21 час. Не дать Ким участвовать в протестах. Так, а... Я там убьют, что ли? Что такое? Мне у твоей матери проблема. Мать просила обсудить с тобой одну проблему. Что не так в этот раз? Хочешь пойти на демонстрацию? Конечно, хочу, Дэдди. И пока ты не начал, я не дам себя разубедить. Что, мать боится и подумает... Что, мать боится что, подумают соседи душнилы? У тебя мать такая же, как и соседи душнилы, если что. Ким, твою маму волнуют не только меня и соседи, но и меня и коллег. Ты же знаешь, как для ее работы вожатой важна репутация. Может, все-таки обойдешься без демонстраций? И что это вообще за каменностенские протесты такие? Я точно пойду. Демонстрация саппрофагией. У вас... Ладно, 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 я промолчу. И лесбиянок тоже, естественно. Мы протестаны против сраной статьи о нонконформизме. Ким, я рад, что у тебя такая активность в социальной позиции. И я знаю, что тебе нравится. Это Файнбайн. Она уже уехала. Почему мне это дает... Если ты пойдешь на такую демонстрацию... Я буду переживать. На мать мне, в принципе, пофиг. Я буду очень за тебя переживать. Потом, не стоит забывать тебе о маминой репутации. Да к черту маминую репутацию и маму тоже. Я ищу способ как бы ее подставить тут по-хорошему. А вы... В некоторых случаях приходится провести черту. Знание провально. Пусть идет. Нет-нет-нет, я не против. Цель, конечно, у нее немножечко не та. Потому что, понимаете, запрет нонконформизма, запрет лесбийских отношений, гейских отношений, это не какая-то одна вещь, с которой нужно бороться. Нужно бороться целиком с системой, которая создала внутри себя подобные законы, которыми теперь душат людей. Поэтому протестовать нужно не за права геев, а протестовать нужно в принципе за систему. И как я уже говорил до этого, протестами тут уже не обойдется. С, по крайней мере, мирными, это не тот случай. Ладно, все уехали, я, наверное, тоже поеду. Посмотрим, как метро выглядит. Ну-ка. Ух ты ж. А сюда подойти? А, это и есть поехать, да? Тут зиговать нельзя, как во второй части. Если там помолиться, спузигануть вождю. Ладно, метро у нас на четыре остановки, я так понимаю. А почему мы в другую сторону? Это же не так работа... О, я понял. Здравствуйте, у меня тут назначена встреча. Вы не видели, здесь кто-нибудь ждал? Шварц, вы опоздали. Как бы я сюда два дня добирался, еле три. Мама-бэр, мама-медведь, ачивка, если что. О, вот как, получается, с вами должен был встретиться. Лотта Альтман. Удивленный? Да, я рассчитываю кого-то повыше должностью. Если не сказать повыше ростом. Я не для того прорвалась через армию мудозвонов, чтобы выслушивать насмешки таких, как вы, Шварц. Между прочим, я, скорее всего, был должностью выше, чем ты. Ну, ладно. Я не мямлите. С Булхаузером вы доказали свою полезность, Шварц, как я и надеялась. Как вы и надеялись, так это вы отправили меня в этот дом из-за Вальтера? А вы умнее чем кажетесь, Шварц. Благодарю. Знаете, когда я учился в школе, мама часто говорила, Фрэнк, ты вас опять несет. Мюллер меня предупреждал. Мюллер, простите, пожалуйста. Наш приятель Вальтер Булхаузер основная причина, по которой отправила сюда именно вас. Габулка, интересно, как он там сейчас. Этот человек враг в государстве, в угроза порядка. Он устроен, устранен и больше не сможет нам навредить, это главное. До сих пор поверить не могу, Булка был таким безобидным. Безобидный хуже всего, они наносят удар, катая-то меньше всего ждешь. Неужели? Наши враги повсюду. Друг, родственник, коллега, любой может оказаться врагом системы. Запомните это. Хорошо. Поэтому вы нужны нам, Шварц. Я нужен вам? Зачем? Вы должны работать на нас, находить врагов порядка и сообщать мне о них. Значит, теперь я буду работать в министерстве официально? Да. Даже лучше Шварц. Может быть лучше работа в министерстве? Да. Работа в министерстве, вы получите место в штате. А, работа в министерстве, а не на министерстве. А, правда, официально будете лишь клерком, а не агентом. Клерком? Это же работа мечты. Где будет мой кабинет? Когда я могу приступать? Наш кабинет на первом этаже. Если будете нам полезны, возможно, скоро переедете повыше. Я должен сказать жене, я больше не буду уборщиком. Не так быстро, должность управляющего придется сохранять для прикрытия. Что? Ну, в таком случае у меня будет сразу же две работы. Это как вообще успевать? А кому сейчас легко, Шварц? Ну, ничего, я справлюсь. Без проблем. Подойдите потом к сторожу, он вас впустит. Еще, Шварц. Да. Вам ясно ваше положение? В мое положение? Работайте на меня, Шварц. У меня есть признание с вашей подписью. Помните об этом? Я понимаю. А теперь отправляйтесь с дорожкой прямиком в свой кабинет. Мы с вами свяжемся, Шварц. Welcome to Ministry. Вновленная директива. Получено денег. Так, а еще раз я стою подкрутить, могу? Шварц, не сейчас. Доставка почты. Воу-воу-воу, осторожней. Эй, вы там? Кто я? Да, вы, Альтманская. Альтман. Сказал искать мужчину с уродливым галстуком. Ваш, просто невероятно. Мне вообще нравится мой галстук. Ладно, речь о ваших вкусах. Не о ваших вкусах в одежде. Теперь вы сотрудник министерства. И как у всех прочих сотрудников, кроме меня, у вас будет свой кабинет. Затклая коморка, в которую вы будете влачить свое жалкое существование. Тварь. Как здорово. Можно и так сказать. Вы будете на первом этаже рядом с кабинетом все званый Байнерц. Не проскочьте, а то угодите в архив. Получается, вторая дверь на этом этаже? Верно. Идите без труда. Я слышу, что у вас в кабинете уже звонит телефон. Прежде чем умчитесь по делам, мне нужно дать вам краткий инструктаж. Вы же сказали, что там телефон звонит. Я тут весь день под дождем мог. Ну и что дальше? Не могу отправить на работу министерства бестолкового балбеса без знаний важных процессов. Вообще-то я работал уже в министерстве. Её просто. Ну ладно. О, я слушаю. На каждом этаже министерства стоят сканеры. Зарегистрированные сотрудники должны однократно отмечаться в системе на своем этаже. Тогда вы сможете без проблем пройти на свой этаж и следующее. Как сотрудник отдела 1, вы получаете доступ на первый и второй этаж. Но не на третий. Четвёртый и пятый. Жаль. Такая жизнь. Вам в ходе вашей карьеры, язвительно так, могут потребоваться инструменты. Руку там. Тогда обращайтесь ко мне. Я выдаю доблестным служителям Венчайшего Союза важные инструменты в борьбе за благое дело великого вождя. Понятно. И сколько это стоит? Что за вопрос? Конечно. Трата-та-та. Ну, трата-та-та. Так разговаривать прикольно. Можем могу просто дать тебе эти инструменты. Как бы не так, приятель. Если вам понадобится камера, отмычки или инструменты, вы по адресу. Отмычки. Кстати, камера, возможно, 2-го, 3-го уровня. Но только не думайте, что работникам в уровне 1 будет доступ ко всем предмин... Ну, это ясен пень. Что ж. Потому что у вас его нет. Ясно. Спасибо за инструктаж. Отправляйтесь в свой кабинет. И поспешите. Телефон уже разрывается. Да, спасибо. Мне нужно оборудование. Давай посмотрим, что у него есть. Отдел LV-426. Министерство внутренней безопасности. Здесь работают сотрудники министерства. А теперь и вы. Министерство разделено на несколько уровней, которые будут доступны Фрэнку только по мере карьерного роста и повышения ранга. Короче, я вижу, что они здесь смешали первую и вторую части. Потому что если бы мы просто оставались в доме, то я думаю, это было бы скучно. Это было бы очень похоже просто на первую часть. Я понимаю, почему они это сделали. Как теперь это все компенсировать? Ладно. Мне же там еще за домом надо следить, чтобы там котел чертов не взорвался. Хорошо. На каждом уровне работают разные коллеги. На верхних этажах находится кабинет руководителя министерства. Что, в принципе, логично. Инструмент, в котором у меня, в принципе, уже есть камеры первого уровня. Отмычки. Так, это я пока что гражданин. Я же уже рабочий. Мне нужны камеры второго уровня. Это усиленная отмычка. Усиленная отмычка является незаменимым предметом в министерстве. Так, ну, раз, два, три. Там мы посмотрим. Закаленная отмычка. Это прям вот камера четыре и камера четыре. Электронная отмычка. Никто не может противиться воле министерства. Даже замок. Погодите, это разные? Ладно. Пропуск 2.38. Вот мне и ответили на вопрос. Вон, кстати, лифты. Что за лаги? Игра, прекрати, пожалуйста. Пусто. Ахаха, перестань. А, это я лифт сейчас выбирал. На какой мне этаж. Погоди, это я сейчас на первом, да? На снятии трубки 45 часов дают. Неплохо. Я могу пойти познакомиться? У него котик, смотрите, чесный котик. Разреши представиться. Это Шварц, Фрэнк Шварц. У меня тут теперь тоже свой кабинет. Сюзанна Бейнард. Не за что. В смысле, не за что. Посмотрите на вот этого кота. Сверху ничего не напоминает никому. Пустую почему? Все обычно метят повыше. А вы нет? А вам не хочется? Нет, мне тут нравится. Тут тихо. Кстати, о Сюзанну. Сюзанна Бейнард. Пойдет познакомиться, госпожа Бейнард. Как вы? Немного подавленной выглядите. Все нормально, господин Шварц. Просто у меня кошечка приболела. Я переживаю. У нее реально тут все про кошечек, если че. И картинки, ну в смысле, фотки, портреты, не знаю, че-то. Как можно помочь? Да, сразу после работы повезу я к ветеринару на осмотр. Парень, который присматривает за моими котиками, позвонил и сказал, что мадам Снежинка какая-то вялая. Может, ему и показалось. Буду держать кулаки за вашу мадам Снежинку. Так добро. Спасибо, господин Шварц. Я, так понимаю, у вас готов? Ну да, у меня пять котиков. Лея, мадам Снежинка, Тулуз. Тулуз это котенок, кстати, из Котов Аристократов, если что. Кто видел. Марти Макмяу, Марти Макфлай, ну да. И последний, не по важности, мистер Норрис. Понятно, про какого Норриса. О, это впечатляет. Да, они мне как семья. Когда надеюсь, что ваша мадам Снежинка здоровая. Я не знаю, на что отсылка, мадам Снежинке. Ну ладно. Спасибо. Надо будет к тебе вломиться. А 103 это у нас что? Шреддер? У меня есть еще время ответить на телефон. Кроме Шреддера тут ничего больше нету? Второе. О, интересно, второе мне недоступно. Ладно, это я. И это мой кабинет. Ха-ха-ха-ха-ха. А я могу так сделать? Давайте. А почему... Не могу, очень странно. Так. Могу снять трубку, могу... Тут нифига не тихо. Она ушла. Погодите, она ушла. Блин, анимацию для отмычки не сделали. Во-первых, вот так. Во-вторых, вот так. Шкафчик пусто. Кошачий корм. Нет, это меня не интересует. Ну, а детское фото. Ее брата в детстве. Ничего. Ладно. По крайней мере, у меня есть камера. Та, блин, заткнись ты уже, что ли. На. Эм, алло, Фрэнк Шварц, аппарат. Кто говорит? Добро пожаловать в министерство Шварц. Эм, господин Мюллер, быстро вы... И тебе советую побыстрее устроиться. Впереди много дел. Ясно, то есть... А что мне нужно делать? Не высовывайся, Шварц. Не привлекай к себе внимания. Делай, что просит. Какие-то глупости не... Какие бы глупости не проводили эти реформаторы. Но не забывай, кому ты обязан этой должностью. Ты наш человек. Без нас ты ничто. Без нас ты бы сейчас был ничем не лучше мертвеца. Я понимаю, господин Мюллер. Я приложу все усилия. Да помолчи же ты и послушай. Ничего, чтобы ты общался с сотрудниками. Ничего, чтобы все думали, что ты зеленый, еще не сориентировавшийся работник. Поэтому с сегодняшнего дня ты отвечаешь на запросы почты по отделам. Забрал, раздал. Ничего сложного. В первую очередь, ты прямо сейчас спрашиваешься за моей почтой. Сторож должен был получить чрезвычайно важный для меня документ. Отнеси его к госпоже Фельс или госпоже Зибальд из второго. Они знают, что дальше делать. И еще кое-что. Если встретишь меня в коридоре, ни по каких обстоятельствах не заговаривай со мной. В случае крайней необходимости можешь связаться со мной по телефону. Ну, понял. Вопрос, почему это глупо. Хорошо, сейчас займусь. Ну, просто герой труда, блин. Забрать документы у сторожа. Так, утырок. Здравствуйте, господин Шварц. А почему у тебя первые камеры? По 150. Там столько же они стоили вроде, да? Я одну докуплю. Да, отмычки, кстати, одноразы. Ууу, а ты кто у нас? Приветствую, меня зовут Фрэнк Шварц. Ох ты, какой голос. Господин Шварц, значит. Я часто вижу, как вы разговариваете с господином Мюллером. А, да? Ну, это как обычно и бывает. При работе в учреждениях важные вещи нужно обсуждать. Вы что, тоже из старых консерваторов? Надеюсь, что нет. Конечно, нет. Нет, конечно, нет. Пришло время впустить в жизнь ветер перемен. Понимаю, хорошо. В порядке? Шуштокер. У вас, может, и есть время на болтовню, а я хочу чего-то добиться в этой жизни. Давай, вали отсюда. Добивалка в жизни. Так, чувак, почта. Ждает вашего документа, ничего не получали. Наш документ, говорите? И что думаете, я вам вот так просто его выдам? Господин Мюллер по телефону доки сказал. Господин Шварц, в правилах четко сказано, почта вручается личный адресат, никаких исключений. Это очень срочно. И вообще, как мне заниматься почтой, если вы отказываетесь ее отдавать? А, так вы новый посыльный. Господин Мюллер лично поручил мне разнести почту по отделам. Уверен, у вас есть письма о поддержлении, да? Эм, нет. Тогда, боюсь, ничем не могу помочь. Правило есть правило. Господину Мюллеру, ох, как не понравится, что вы вынуждаете его ждать. Он, как вам известно, весьма нетерпеливый человек. Правила Министерства, это правила великого граждан. Они распространаются на господина Мюллера, пусть зыркает сколько хочет. Без соответствующей квитанции на получение я вам ничем не могу помочь. Мюллеру это должно быть известно. Стоит попросить у него эту квитанцию. Удачи. Ну, все в лучших традициях у тырков. Это Эрнст Мюллер, да? Лично. Господин Хуберт, рад познакомиться с вами лично. Я Шварц, Фрэнк Шварц. Глупости, Фрэнк. Устаривший фамилиярности. Можете звать мне Стивен. Здравствуйте. Стивен. Ну, вот так лучше. Не бойтесь, я не кусаюсь. Будут вопрос, не принято, обращайтесь. Благодарю, рано или поздно я точно воспользуюсь этим предложением. Ну, это славно. Значит, ты говоришь, что у меня что-то пейджер на поясе. Интересно, кто... Сколько людей из моей аудитории сейчас знают, что такое пейджер? Ха-ха-ха. Стивен в сердце. Лично о вас. У меня много вопросов. Меня много вас интересует. Ну, вы, как всегда, жадны до знаний. А, вы, как всегда, жадны до знаний. Вообще-то, я очень занят. Ну, в чем вопрос? А, как вы получили эту должность? Чем вы занимаетесь свободное время? Я думаю, вот это. Чем вы занимаетесь свободное... Чем вы занимаетесь свободное время? А, Фрэнк, ну вы даете. На этот вопрос я могу ответить всего двумя словами. Постоянное самосовершенствование. Постоянное самосовершенствование? Именно, Фрэнк. Под лежачками вода не течет. Ага. Но тоже стоит попробовать, Фрэнк. Сядь как-нибудь вечером и подумай, чего добились за день. Я попробую. Великолепно. Фантастика. Поверьте, Фрэнк, реально поздно это принесет плоды. Все, пока что. А ты кто? А, это вот это маленький утырок, который нас встретил. Время-то, кстати, идет. Мне уже, может, домой надо. Подождать. Так, нет, погоди. Вот это что такое вообще? Сдать квартиру пока что некому. По счетам платить не надо. Мне бы, кстати, домой вернуться. Блин, у меня осталось мало времени на эту чертову почву. Давайте я позвоню этому придурку. Набрать номер, позвонить. Вот тебе, Альтман, серьезно. Мюллера. Да. Господин Мюллер Шварц, у меня возникли проблемы с почтовой службой. Сторож отказывается отдавать мне ваши документы без квитанции на получение. Что делать? И это, по-твоему, ситуация крайне необходимости? Господи, так когда же уже начнешь думать головой? Естественно, нужна квитанция. А ты как думал? Это же министерство. Тут все работает по протоколу. Не взять эту квитанцию. Сходи, госпожа Байнерт. Она тебе выпишет. У тебя кабинет рядом с твоими в первом отделе. Спасибо за помощь. Тогда я сейчас же... Тогда я сейчас же пойду нафиг. Вот что я сейчас же... Ну, ее же нету, да? Короче, я поехал домой. Пока там чертов бойлер не взорвался, к черту. Это долго, если что. Это долго. Откуда лаги, я не пойму. Игра, блин, ну... Вообще... Да хорош! Игра же вообще, ну, крошечная. А-а-а! Короче, зум-аут делать вообще нельзя. Так. У нас тут катастрофа? Вот тараканы, привет. Гигантские тараканы, между прочим. Чуть не взорвался, тварь. То есть, да, раз в сутки нужно... А, мусор не надо выбрасывать? А, я могу любую вещь сюда положить, выбросить и получить за это деньги. Кстати, прикольно. Ну, что ж... Тут у нас вряд ли что-то новенькое будет. Чего у нас у черного торговца может быть? Та, ну, я же не то... Может, у меня какие-то интересности появятся. Те же камеры по 150. Кстати, можно купить гнилые остатки еды за 10. Смотрите, погоди... Давайте я посмотрю, как это работает. Гнилые остатки покупаем за 10. Чекайте. Если это так в самом деле работает, то это халявное бабло. А, 21 час. Понял, хорошо. Ну, ладно, 10... 10 баксов потратили. Это не так уж и плохо. Что у нас сейчас? Ночь, утро. Ну, они все спят. Они все спят. То есть, нажимая В, могу порассмотреть то, кто находится на этой территории. Он тоже пошел спать, да? Или, по крайней мере, пошел в свою комнату. Новая газетка. Давайте почитаем. Великий вождь... Так, легализованное чтение и хранение книг. Великий вождь своей великой мудрости решил узаконить некоторые виды деятельности, направленные на рефлексию. Сюда входит чтение и хранение книг. Мы благодарим великого вождя за его мудрость и готовность отменить ограничительные постановления, сделанные в прошлом реакционными силами и нашей администрацией. Разрешить реформы. Ого. Книги. Соблюдайте осторожность. Невзирая на неоднократные предостережения администрации, Великий вождь принял решение, что чтение в целом и книги в частности больше не должны быть в ней законно. Благодаря великого вождя за эту мудрость и его смелый шаг. Однако мы советуем гражданам осторожно пользоваться этой привилегией и внимательно выбирать книги. Слишком большой объем, значит, знаний портит характер и во многих случаях привык к заблуждениям. Ну, то есть, стабильное такое мнение тоталитарного государства. Им нужны тупые люди. Это понятно. А еще лучше люди с набитой пропагандой. Победа. Запрет на чтение снят. Давление, которое мы с другими СМИ создавали в последние годы, приносит свои плоды великий вождь. Наконец осознал, что книги необходим продукт для жизни нашего народа, который нельзя запретить. Следующая цель — добиться доступности всех книг в библиотеках нашей прекрасной страны. Честно говоря, я очень сильно удивлен, что что-то там где-то сработало. Поговорить с Сабиной что? Зачем? Что ты от меня хочешь? Сабин, ты выглядишь такой расстроен. Что случилось? Фрэнк, ты что не видел квитанцию? Ким задержали на... О, на протесте, понятно. В компании конформистов, Фрэнк. И теперь с нас требуется платить абсурдно большой штраф. Мы пропали. Это конец. Мы допустили ошибку, Фрэнк. Полицейский сказал, что на этой демонстрации были... Это были... Эээ... Кто? Кто это были? Гомосексуалисты! Фрэнк! Грабидоров! Подумай только. Наша родная дочь в такой компании... Ну как бы она сама такая, если что. Ты ведь собирался с ней поговорить? Запретите ей поддерживать эти... эти извращения. Эээ... Такой же она уродилась. Ким не такая, как другие подростки, Сабина. Ничто ты ее выгораживаешь неудивительно, что она совсем не хочет меняться. Ты ее еще и поощряешь. Если об этом прознает министерство, я тоже потеряю работу. Да! При задержании наверняка составили рапорт и прикрепили в досье Ким в министерстве. Если об этом буду знать министерство, слухи дойдут и до моих коллег. Пионер-вожатую, которая дочь ходит на подобные демонстрации. Мало того, что ходит. Да. Немыслимо. Что? Сделай что-нибудь, Фрэнк. Прошу. Что я потом могу сделать? Я же не могу... Что я могу сделать? Придумай что-нибудь. У тебя теперь опять есть допуск к министерству. Не можешь выкрасть досье Ким? Пожалуйста, Фрэнк. Я найду способ. Как ты это сделаешь? Лучше тебе не знать. Крабидоров? На время? Достать досье? Узнать? У Сюзанны Бэйнерд? А, мне все равно с ней говорить. Ну, поехали. Кто ведет дело? Аж... Тридцать тысяч? Была в районе... Та-та-та-та-та-та-та. Не санкционирована. Та-та-та-та-та-та-та. Понятно. До свидания. Блин, нужно было еще купить этих материалов, чтобы потом в магазки ходить. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Так, пойдем в кошатницы. Я могу отсюда? Да, могу. Я не понимаю, откуда эти глюки и баги. Причем, вот до того, как я начал записывать, у меня прошло обновление. Они там что-то, видимо, пофиксили, что-то, видимо, все-таки сделали. Но недостаточно. Добрый день, господин Шварц, чем могу помочь? Квитанцию на получение почты. Во-первых, господин Миллер сказал, что вы можете выдать квитанцию на получение почты для сторожа. Ну да, начала работы в Министерстве и всем тяжело удается. Дайте угадаю, никто не предупредил вас, что нужна квитанция, так? К сожалению, никто. Каждый раз от нее те же злые шутки. Ну не волнуйтесь, сейчас все будет. Да, где у меня были эти бланки? Ну вот, еще остались незаполненные. Я оформлю для вас квитанцию, зайдите за ней через часа два. Понял. Через два часа, господин Миллер, срочно нужен этот документ. Нельзя ли как-нибудь ускорить процесс? К сожалению, нет, господин Шварц. Вы оставляете заявку, я обрабатываю ее в порядке очереди бумаги. Сами себя не подпишут. Ясно-понятно. Добрый день, чем могу? Кто занимается делами молодежи? Это новичок, не вы мне кое-что поясните. Ну, только если быстро. То отвечает за тела подростков. Зависит от случая. Отдельно ими никто. Ну вот, стоит спросить... Вам стоит с простяжем выше в отделе два. У них там постоянно ротация обязанностей. О демонстрациях. Если стать такая подросток, оказывается на демонстрации в компании гомосексуалистов. И вы странный пример. Как вы будете поддерживать связь с такой компанией? А, кто же будет поддерживать связь? Нашлась такая. Но он будет лучше спросить у Мейнхарта или Зибальт. Спасибо, госпожа. Закончить. Но вот этот уточняющий вопрос он был, ну, такой себе. Так. Достать до сей ким. Дождаться пока оформит квитанцию. Ну, видимо... Видимо-невидимо. Поехали пока что на второй этаж скатаемся. Лифты такие, кстати, прикольные. Доставка почты. Я понял, что осталось мало времени. Так. Ну, поехали. Ты у нас кто? Здравствуйте. Позвольте поинтересоваться. Меня зовут Фрэнк Шварц. Меня недавно приняли в отдел номер один. Кэлти. Добрый день. Приятно познакомиться. Зибальт. Это вроде она. Меня зовут Шанталь Зибальт. Дайте знать, если вам нужна моя помощь. Спасибо. Вы очень добрые. Чего вы сейчас занимаетесь? Вы поинтересовались, на чем вы работаете? А, да, конечно. У меня на столе листовки с призывом саботировать телепередачу с яблоками на фоне. Хе-хе-хе. Яблоки у незаконы, ребята. Да. А в деле Буллхаузера произошла утечка в прессу. У-у-у-у. Как видите, дел по горло, так что не могли бы вы... Всего один вопросик. Ладно, если вам очень надо. Кто занимается моральным... Кто занимается протестами? Кто видит дела по демонстрации молодежных протестов? Обычно госпожа Фельс. 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 Фелс. А вам зачем? Я тут нынки, просто пытаюсь сориентироваться. О, прекрасно понимаю. Что не будет еще? В порядке? Как ваше здоровье? Спасибо, господин Шварц, хорошо. Просто немного замоталась, только документов надо посмотреть. Жаль, не могу работать десять раз быстрее. Хе-хе-хе. Понимаю, чем быстрее вы закончите, быстрее сможете приступить к другим делам. Обработаю еще больше файлов, уменьшу эту гору. Да-да. Так что не удивляйтесь, если увидите меня в кабинете поздно вечером. Не люблю уходить, не закончив дела. Спасибо, я понял намек. Хорошо. Надеюсь, у вас как-нибудь найдется минутка выпить со мной кофе на кухне. Можно спорить о качестве кофейных зерен, но каждый из нас душу прода за чашечку кофе. Согласны? Закончить. Ты фельс? Судя по твоей злобной рожи, может быть да. Мы спали его. И не говно я. А, ты вообще мужик, извини, это морщины значит. И что же в сегодняшнем дне доброго? Не знаю, до сих пор он шел неплохо. А вот человек, я видел страдания этого мира, когда вы еще пешком под стол ходили. Ничего доброго в нем не было и нет. Никогда не будет. Понимаю. Да, да, да. Ничего не понимаете, но однажды вы вспомните слова старого вюргера и согласитесь с ними. Кто за что отвечает? Кто занимается демонстрациями? Кто занимается демонстрациями? Кто отвечает за штрафы участникам незаконных демонстраций? Госпожа Фелс. Госпожа Фелс. А гомосексуалистами на демонстрациях? Что если гомосексуалиста повяжут на него сразу? Вы что, софист какой-нибудь? Я добропорядочный гражданин. Главное, что кто-то ими занимается, согласны? Ну да, конечно. А как поживаете? У вас же не проходит приятно? Вы здоровы? Приятных дней не бывает. Ну и ну, почему вы так думаете? Я это знаю. Достаточно, пожалуй, чтобы понять, что все это бессмысленно. Тебе говорят, поменяем то, поменяем все, и все станет хорошо, но никогда не становится. Санту. Ой, жаль то слышать. Да, но. Ну да. Разве ты поможешь переменам, которые никогда не меняются? Эээ, нет. Но все же можно попробовать провести день. Приятно. Например, у вас тут висит симпатичный плакат с летним пейзажем. Можно работать ради такого? Все переходящее... Все приходящее, господин Шварц. Да. Никакого смысла. Я работал ради такого, а потом у меня умерла жена. Мой сын так и не вернулся на родину. Моего последнего друга, верного пса, усыпили? Все. Приходящее. Да, я понял. Где Фельдс? Блин, у меня время горит. Это не ты, случайно? Стой. Что-то-то-то? Фельдс, вот, интересно. Ну и что тут делаете, Фрэнк Шварц? У меня недавно приняли работу в отдел 1. Ран за вас. У вас есть семья, господин Шварц. Может, дети? Ну да, я женат, но с двое детей, девочка, мальчик. Я таки думала. Кто-нибудь еще? Интрижки? Подружки? Любовницы? Не стесняйтесь. Можете мне рассказывать. Мы тут в министерстве не держим секрета водка. Ха-ха-ха. Не держите, ага. Ну, я... Мне все кажется, это вас не касается. То есть вы о чем-то хотите... Вы о чем-то не хотите мне говорить? Подозрительно, господин Шварц? Подозрительно. Кто вообще такая? Почему вы меня все это спрашиваете? Я Сибилла Фелс. И мне нравится знать детали, особенно тех, с кем я работаю. О, надеюсь, мы сработаемся. Как хотите. Во! Кто занимается делами подростков? Если человек забирается в демонстрации, кто ведет его дело? А, я? А что? Ну, просто пытаюсь ориентироваться. А если человек арестуют за моральное поведение, например, гомосексуализм? Какой странный вопрос, Шварц. А приятеля родеете? А, нет. Правда, нет. Я теоретически. Узнаю, как все работает. Нонконформистским поведением занимается Майнхард. То есть не ты. А если у человека арестуют на демонстрации за разрушение общественных ценностей? Чисто гипотетически, разумеется. Ну и вопрос у вас, Шварц, зависит от того, какое правонарушение тяжелее. Ладно. Если подскажете мне все подробности своего гипотетического случая, могу ответить точно. То есть она уверена, что мы для себя интересуемся. Ну, понятно. Мы для себя и интересуемся, если что. Ладно. Ну, как я уже сказал, это выдуманный пример сюжета с кино. Допустим, человек был замечен в компании гомосексуализма. Какое же, черт побери, сложное слово на антиправительственной демонстрации? Кому в таком случае достанется его дело? Вам или Майнхарту? Интересное у вас кино, Шварц. Тогда скорее мне, поскольку все произошло на демонстрации. Значит, решать вам. Вы всегда на рабочей... Блин, вот это тупой вопрос, да? Вот. Вот. Ну, по ночам, естественно, дома. Иногда ухожу на совещание. О чем задумали... О чем задумали, Шварц? Да так, еще один гипотетически-теоретическая ситуация. Что если у меня хозяина кабинета нет на месте, и вам понадобился один из моих файлов? Чего вам не быть на работе? Скажем, если я заболею. Есть не скоро, вы тут всего ничего поработали. Я смотрю, вы никогда не захлопываете дверь квартиры, забыв ключи внутри. Нет, а что? У сторожа внизу есть комплект отмычек. Берите отмычку, вскрываете дверь, забираете файл. Все просто. Кто угодно справится. Поэтому я никогда не оставляю документы в кабинете. Я забираю их с собой, ах ты ж тварь. И вам советую, Шварц. Не переживайте, если имеете правильные рычаги давления, вы всегда сможете получить то, что нужно, даже без отмычек. Не то, чтобы у меня был большой опыт в подобных делах. Но, может, это поможет вам решить свою придуманную гипотетическую задачу. Да, возможно. Спасибо большое. Довольно болтавнее. Возвращайтесь лучше к работе. И мне придется оставить пометку в вашем деле. Фрэнк, добрый день. Послушайте, Шварц, это Майнхартед, который типа занимается нонконформистами. Во-первых, ваше имя я уже знаю из служебного расписания. А во-вторых, вы мне не нравитесь. Но что? Вы мне не нравитесь и вряд ли я изменю свое мнение. Я просто хотел представиться, ведь я тут новенький. Хватит ко мне подлизываться, это бессмысленно. Что входит в обязанности? У меня технический вопрос. Если человек забирает демонстрации, чьи руки попадают в его досье? Это Сибири Фьелс. Она отвечает за преступления против общественной безопасности. А при нестандартном поведении? Что если кто-то проявляет неконформное, то есть девиантное поведение? А можно без глупых вопросов? Нонконформистами заведую я. Это ты. Спасибо. Доброго дня. 12.35. Блин, я очень сейчас рискую. Но попробуем. Я кактус забрал? Зачем я у него кактус забрал? Купон для ставок. Кастет. Иностранные деньги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо. Дружище, мне кажется, ты очень скоро... Можешь уехать, если ты мне не понравишься. Блин, а я отмычку, получается, зря потратил, да? Чёрт! Отмычки одноразовые. Ну ладно, хорошо. Она в любом случае возвращается. Отмычки нужно будет купить. Мне они ещё понадобятся, чтобы там всё обшарить. По крайней мере, один кабинет я обшарил. Ты! Отдай мне чёртову справку, тварь! Угу. Добрый день, господин Шварц. Чем могу помочь? Закончили? 15. Да, конечно. Ну вот, держите. Ну и что, мне нужно сначала что-нибудь сделать или заплатить вам? Мне просто отдадите? Ага. Ну, разумеется, коллеги по делу должны помогать друг другу. Да вы правы. Спасибо, госпожа Байнерт. Она, вроде как, кстати, пока что ничем плохим не занимается. Так, утырок, иди сюда. Мне нужны документы. Не сомневайся, мне нужна квитанция. Ну вот, ваша чёртова квитанция. Теперь вы, наконец, дадите мне почту. Не спешите. Сначала мне нужно внимательно проверить квитанцию. Итак, пройдёмся по спинску. Господин, госпожа Байнерт, неразборчивая какая-то. Я узнал. Послушайте, я... Если будете меня дёргивать, это займет ещё дольше времени. А, да, каракулы. Поймите, это не моя прихоть. Если вы подделали подпись её, это укнется на мне. А, не на мне, а госпоже Байнерт. Вот ваша почта. И не забудьте квитанцию. Зачем она мне теперь? Вы же не думали, что на этом дело сделано? Почта приходит каждый день, её нужно разносить. А вам, похоже, улыбнулось Фортуна, теперь это радостная работа ваша. Как говорит, хороший работник должен быть на шаг вперёд своих задач. Да. Ясно. Так, утырок... Мне нужно оборудование. Письма, письма. Мюллеру. Доверенность. Уполномочий злоделец собирает доставлять почту в Министерстве. Это моё. Вести конверт, весь оклеен. Угу. Это интересно. Так. Берём, наверное, раз, два, три, четыре, пять. Ну и раз, два, три. Получается, мне придётся ещё камеру подкинуть. Ты пошла домой, всё. Нужно немного побыть в тишине. Пойдёмте ко мне. Может зайдём в камень? Вот как? Тогда зайду потом. Нет, нет, не надо. Что, 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 то, что там было? Нет, там что-то было, я мог клюшечку нажать. Чёрт. Так. Достать доски кем, передать документы Шанталь Зильберг и... Оставьте меня в покое. Верни, господи Шварц, сейчас занята. Зайди ко мне позже в кабинет. А... Сибири Фелц. Давайте я вас тут всё обшарю пока что. Блин, мне уже домой надо. А не получается, утром приду, да? Блин, как тут всё криво. Ну, не в игре, я имею в виду, а в министерстве. Кофе. Здравствуйте. О, господи Шварц, что такое? У меня почта для Мюллера. Тут документ для Эрнста Мюллера. Мы опоздали, давайте уже сюда. Вот, прошу. В чём так долго? Лучше не спрашивайте. Смотрите, Шварц, вы что, недовольны условиями труда? Нет, нет, мне всё устраивает. Как интересно, так и запишем. Что-нибудь ещё? Чем занимаетесь? Нормально, Шварц. Чем занимаетесь в свободное время, если не секрет? Поправо сказать, это вас не касается, Шварц. Но не будем накнетать обстановку. Я держу собак, чудесные животные. Нет ничего лучше прогулок с собаками после жилого дня в министерстве. Ещё я вяжу, очень люблю узоры с собачками. Звучит чудесно. Обнимите от меня своих псов. Закончить. Фух. Так, всё, ты, короче, свалила, да? Сейчас я везде тут камеры понапихаю. Мне нужно домой, у меня там этот бойлер опять же, чёртов, может взорваться. Так, снять трубку. Вяжа читает, найти новых жильцов, снять трубку. О, а там тоже такой был? Надо угадывать прям кнопочку тыкать правильно. Ладно, тут у тебя вроде всё. Подождите. Достать досье. Досье до ста. Тут ничего. Тут. Заметьте, у них, по-моему, нету компьютеров, да? Как мне кажется. Ф, имя Фредерих Вёргер. Брошюра путешествий и мечты. Это же я уже только что смотрел, да? тайные послания снять трубку снять трубку но поехали а ложь шварц слушает шварц это мюллера мне для вас новое задание встретимся в министерстве но тайна поняли тайна это как где без вопросов у тебя в информационном центре между четырьмя и шестью вечера четырьмя и шестью вечера с лишним ясно приду никому ни слова шварц у аппарата это мюллер господин мюллер штуки шанс то сколько можно управлять жилым домом они складом насчет пустую квартира как собирался начать искать бабла шварц меньше слов большое дело аренда сама себе не заплатили господин мюллер спасибо господин мюллер и еще шварц да второй раз и звонить не стану я просто решу эту проблему тебе ясно кристально а ребят я проверял новых жильцов блин играл успокойся срочно от полу домой иначе там сейчас все к черту взорвется надо было заранее купить средства вот это 35 во сколько придом и 240 время идет очень быстро четверо и так с четырех до шести вечера нужно быть министерстве как и буду шпионить за то ну хорош фризить ну блин будешь ты человеком хватит так где раз два три раз два три 350 все успел мне теперь им покой не давала вот можно теперь соточку за тот же мусор который купил за 10 хорошо то есть можно таким образом все равно подзарабатывать немножечко мы хоть немного возвращаем все какие-то деньги 30000 это вообще дофига хорошо убедить сибиллу нанять жильцов сохранить игру все ребят давайте на этом заканчивать очень интенсивно стало все это происходить спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все молодушек всем покеда а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok